Посол Армении в США Лилит Макунс провела онлайн-конференцию с конгрессменом Адамом Шифом. Макунс представила проблемы безопасности, появившиеся после 44-дневной войны. В этом контексте она подчеркнула необходимость установления долгосрочного и прочного мира последствием всеобъемлющего урегулирования конфликта под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Собеседники подчеркнули необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и мирных жителей, находящихся в Азербайджане. Переговоры президента в России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана, составившиеся накануне в Сочи, были своевременными и очень полезными для обеих сторон. Как пишет ТАСС, об этом сообщил журналистам про секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конечно же, заходила речь и о Нагорно-Карабахском урегулировании. С российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссные решения по делимитации границы и развитию транспортной инфраструктуры, отметил Песков. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени страны в целом и от себя лично выразил благодарность всему азербайджанскому народу и своему другу, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, за доверие и надежность. «Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Беларусь», заявил он. Касательно Армении Лукашенко констатировал, что Беларусь и Армению связывают традиционно дружественные отношения, совместная история и тесные межличностные контакты. Правительство Литвы предоставит Армении 500 тысяч доз вакцины Spikevax производства компании Moderna. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Литвы в Армении. В Армению впервые поступит вакцина производства компании Moderna. Литва также впервые дарит вакцину такого типа. С 1 января 2022 года третий и каждый следующий новорожденный ребенок в Армении будут получать ежемесячно 50 тысяч драмов. Об этом 30 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр республики Армения Никол Пашинян. Дети будут получать пособия до достижения 6-летнего возраста. Командующий сухопутными войсками иранской армии Киурмас Хейдари заявил, что 1 октября вооруженные силы Ирана начнут учения в северо-западных регионах страны. Как пишет агентство МЕР, в учениях будут задействованы артиллерия, бронетехника, БПЛА и вертолеты. 13 октября ряд стран-членов Евросоюза обсудят вопрос о механизме приостановки безвизового режима для граждан Грузии. По сообщению alik.g вопрос поставлен из-за случая в массовых необоснованных запросах о получении убежища. Вопрос коснется также Украины, Молдовы и стран Балканского полуострова. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok